Дроздову 75 лет Кого это они показывают? Это кто такой? Дроздову 75 лет Николай Николаевича Ему 75 А что думали больше? Российская Академия Ну сказали Ну ладно, можно выключить Мама, иди сюда рядышком Давай-ка ты от меня вот здесь сядешь Мы небольшое составим интервью На память детям вашим Ну давай точно Я уже выключила Я выключила А ты включил Сейчас Науки Вот я ребятам говорю Выключите Никогда я не думал Что я у вас в гостях буду Когда вы были потеряны В городе Было и было И вдруг Все одно к одному Как слепилось Купили машину Загрузились Поехали на благовестие И теперь И теперь Нам затруднения Конечно Представь себе Нигде не помыться Ничего Как будто бы мы Только сегодня Выезжать собираемся Это я Господь устроил Я с отцом Разговаривал Насчет здоровья Только на меня Не обижаются Договорились Ну Не обижаются Оказывается Вы старше меня На один месяц 38 дней Да Все Так что Можно считать годки Так не можно считать А годки Как есть годки Я ему говорю Говорю Зачем же ты вот это вот Держишь Он говорит Это говорит Еще как назвал болезнь Грыжа Да Пупочная грыжа Пупочная грыжа Говорит Вот Я говорю А сколько тебе Рост Он говорит Метр семьдесят два И у меня метр семьдесят два Мы подходим Так как Вес сколько Што Рост У меня шестьдесят четыре Видишь какая Вам не хватает То есть конечно По бодрости По всему Человек Это У нас лепископ был Антоний Ну прям вот таким вот он И ко мне как-то пришел в гости На второй этаж Двухэтажный дом Поднимается Говорит Чего как порож Пухтишь Да не могу Я говорю Я тебя вылечу Иначе ты умрешь Не будешь жить А как Переходи ко мне жить Епархию сделаем здесь Будешь вставать со мной Я ему сегодня Отцу говорю Я тебя вылечу Я говорю Вставать будешь Со мной вместе Молиться Это мне не подходит Так А как не подходит Я говорю Мясное долой В рот не брать Никаких там Кальмаров И Выпихи нет Да кака же Я каждый месяц должен Напить Нет Это лично Самое главное Что не скрывает Этот епископ Антоний В 41 год умер Да Да Ваш Наш там Где-то Он начал Какими-то таблетки Снижающие Жир Чтобы пожирало Где-то Это не надо Нужно Скромно Потеть Несколько раз На работе Активный Активный Образ жизни Активно Заключается В всем В нужности Вот мы едем Представим Сколько-то Сотрясений Трясет Выматывает Жара Ничего Зато я вижу Радость людей А которые еще За нами придут Там А так Вот соберутся Пенсионеры И начинают Ну как Сколько получаешь А чем болеешь А у нас Не нажал Чем болеешь Я вообще не болею Как Да ты же на пенсии На пенсии Меня спрашивают Чем Я понятия не имею Я ни одной таблетки Не съел еще За жизнь Даже не помню Это Зачем Болезни Которая нога Не дает крутиться И другое Это не болезнь Это естественное Старение организма Как машина Которая на износ Уже долго работала Она Другое имеет Больше поклонов Вот мы Дорогой едем Останавливаемся Около машины Расстилаем палатки И молимся А машины Мимо нас идут Ведя Там нас это не касается Сто поклонов Проехали Сколько Опять вышли Палатки расстелили Помолились Трисвятое И поклоны Значит Жизнь совершенно другая идет С другим настроем Мы благодарим Бога В конце Подняв руки За всех Кто молится За нас На небе На земле За всех Кто молится Во благо нам И чтобы Господь Услышал наши молитвы О всех Заповедавших нам Молиться о них У человека Нужность появляется Вот бабки бывает И на проходе По деревне Она лежит днем Бабушка А что ты лежишь Да не могу я А что Дети уехали Я одна Никому не нужна Баба Это не так Ты нужна И ты даже не знаешь Ты ночью встаешь Иногда Ну по нужде Ну вот и хорошо Нужна заставила встать А ты молишься За президента Путина А что за него Молиться А он нуждается В этом Чтобы мудрые Законы издавать За медведев Молишься Нет За патриарха Нет Молишься Чтобы в войне Не было мирное время Чтобы Китай Нас тут не разодрал Это все За милицию Полицию Чтобы она не угнетала Народ свой За пожарников Которые жизнью рискуют Рады Милос Гриша Ты понимаешь Сколько у тебя Обязанностей А ты все их бросила И легла И лежишь Как же ты перед Богом Отвечать будешь Наверное Уже 10 лет не было Да ты молись за него За внуков Молитва потрясает небеса Склоняет их на милость Вот мы что Молимся едем У нас прям мгновенно Помолились И у нас Все это получается А сколько людей Нас благословляло Заехали в храм Батюшка кистью Каждого Мокрой Водой Благословил Сели Все молятся И поэтому Мы едем Настолько это успешно Вот встанем Вот здесь мы ночевали Сегодня Мы все зарываем После нас никакой бумажки Не остается Следа Ну комары Это Мы же не в раю Мы на земле Конечно На земле Машка какая И вот я и предлагаю В самолез Конечно Я вылечу тебя Жалко комаров Они тебя мало ели А вы заметите Никита Такой был Он От народа Грабил И вот однажды Жена дома Варит там На кухне Ну и Мария Варит И поварешка Там Проворачивает Смотрит Кисть руки Всплыла Смотрит Маленько Котел Большой Смотрит Голова Человеческая Она закричала Никита Иди смотри Что Суп-то варит А суп-то положил Нормальный Как всегда Рыбу, мясо Он подходит Кисть руки Всплыла Локтевой состав Ему сразу Бог на сердце положил Это от того Что я людей Ограблял Я грабитель Я убил их И теперь питаюсь Ближним Это не отдал И он сразу Все оставил И ушел И главное Ушел на болото Разделся до нога Где Море этих комаров Было Тогда же вообще Не уничтожали Его едва Узнали по голосу И жизнь Все переменилось Я не говорю Что на болото идти Ну Что-то надо делать Себя начинать томить Не так что лег И лежа лежит И чакает Телевизор смотрит Я видел одного тут Красноярска Смотрю На боку лежит А Николай-то этот Дрозов-то Он не на боку лежит Нет Он везде успевает И в тайге И где-то Ты же только приехал Один день А уже судишь О человеке Зачем ты это Понимаешь Я сказал Не обижать Предупредил Ну я и предупреждал Тебя Что ты Мелишь языком Нет По делу По делу Тяпкой Весь огород Делал Молодец А вот Николай Откуда приехал Зачем Лежать 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 не надо Днем Ну и что Зачем ты мне Говоришь А я болею У меня Вылечиться надо А я лечусь А как лечишься-то Успеха-то нет никакого А мне зачем А мне Игорь поручил Говорит Позаймайся с моим отцом Он говорит Не может двигаться уже Ты помоги мне Я ж по делу говорю По делу А вот Николай Приехал Дрозов Смотри какие странные Какой он сухопарый Он на коне И поет И едет И зарубежно У него там все Никогда обижаться нельзя Это не христианское качество Никак А какой выход А выход Даже чуть-чуть Маленько засыпило А я завтра Уже этого не буду Вот у нас Приезжает Глушков Ну ты видел Какой он Конечно Игорь Кончай-то Ты рано умрешь Когда днем Не придешь Спишь днем Какой же Мы ешь Пора Справить Спать днем У меня жена За 50 лет Ни разу не видала Лежащим Ты болеет Ты нужен У тебя дети подрастают Дочери За каждой дочерью Догляд нужен А ты лежишь Спишь Такую мамону Раздел Разве можно Болеет А все таблетки Глотает Горстями В город заезжает Сразу В первый же киоск Блишей набрать Не бери Дня два-три В рот ничего Ты увидишь Как поползет Это с тебя Это болезнь Я говорю Если бы была Это болезнь Такую Ну обычно Когда лечат людей Сначала на мышах На крысах На животах И когда узнает Как реагирует организм Тогда на человека Так если бы узнали Что от болезни Человек делается Жирным Толстым Без корма Колхоз Коровных свиней Быстро развели Нет В рот не положишь Шабаш И чего нету В обратном порядке Рассуждая Мы должны сказать Я сюда не положу Ничего нету Вы не поверите Я за два месяца На 11 килограмм В армии поправился А почему? Потому что я вот такой был Меня направили Прорабом работать Я работал Я около Иркутска Пришкина Заключенными Каждый день 250 человек Шесть объектов А я Ну сопляк Еще и в армии То не было И ни одного выходного И каждый день Весьмена Так меня военком Когда призвали в армию Я готов был обнять его Я в первый же Месяц там Полтора прошло Сколько? Два не полно Я на 11 килограмм Поправился Потому что Это дрожание Ягненка Перед волком Ушло А они какие люди Он топор на шею вешает Это живем бесстрашно Я расскажу От чего лишний вес Ты тоже хороша Да конечно Значит первое Самое прозаическое Обжорство Лишние калории Лишние Все эти кальмары Все эти жарения Исключить Второе Самая настоящая Лень Лишнее Не переработает А Покровский Министр здравоохранения Говорил Человек должен Трижды в день Не шутейно пропотеть Или бежать Или работать Не просто тяпочкой Там потяпать Ты должен пропотеть Усилить Ну норму дай Сколько в колхозе Надо было вырабатывать Третье Качество Это многоспанье Что дает жир лишний Во сколько встаешь Во сколько ложишь Во сколько днем И четвертое качество От чего человек Пал не друг за другом Это беспечность Тебе раз Если никакой нет Народ погибает Не взволнуешься Ночью не встанешь На молитву Не заплачешь Вот какое дело Это у меня в материалах Как раз и есть Так а ты меня судишь Лучше быть сегодня судимым Говорят Человеческим судом Нежели судимым Быть Божьим А люди предстают Суд Божий А пришел раньше времени Тебе срок такой Не был назначен А почему Ну причины разные Это невоздержание Как правило Люди которые Не знают нормы Ни в чем Они короткодневные На земле Вот человек приехал На дачу Ну у него 5 соток Я лопатой 5 соток Скопаю Я скопаю А дальше что? А дальше баня уже На даче А дальше что? После баньки Стопаря И к утру готово Дело скопыльнулся Атомосерство Одна нагрузка Вторая Третья Вот это правильная жизнь А что правильно то? Ну что Должен это Молиться Нет неправильно Вы указали так Вот так сверху Вниз А потом направо А потом на лево А потом поклониться Так чтобы рука Могла пол достать Моровесники А вот я тебе скажу Допустим У меня каждый день Полторы тысячи поклонов Понимаешь Как тело Когда моришь Да еще ночью встанешь На молитву Каждую ночь Не пропустить И ты почувствуешь Эта жизнь Вот это прах Я в глаза не вижу Эту жизнь Вот и все А смотри Слово-то задевает А как же Это еще бы как А то это сын Игорь Я скажу Игорь Я выполнил программу Ах Владимир Владеть миром Это непросто Нам Бог дал радость Бытия Родители нас не убили В утробе с тобой И поэтому у нас Определенная цель Достижь царства небесного Это называется Небесная пристань Туда мы плывем С тобой Игорь Ты ведь много говорил Он тебя здорово песочит Игорь строгий человек Он не будет Зря трогать Вот Я его тоже Говорит Еще же Это так Да это я Изношная сила Это Марина Ну А вы Говорит Все такие худые Владкины Ну это правильно Мы худые Ну ты посмотри Сколько батюшка работает Он сам косит А косой Помахай-ка где-то У него овеща Как оласта Овеща Каждый задай На вас вывези Все Это батюшка Священник Он с тарелкой По храму не ходит И во всяком деле Везде участвует Ну он был у нас тоже А когда? Я не помню В каком году? Ну мы 6 лет здесь Ну Вот он наверное в тот год и был Когда мама умерла Он приезжал к этим К Татьяне с Николаем А батюшка? Да Его посылал архиерей Он не сам приезжал Ну нет Он приезжал сам Ну чисто физически Посылал узнать Они сказали Тут чуть ли не община Никого нет Татьяна Татьяна там была община Но у них этот отец Александр был Сейчас они опять нашли У них был Он опять обберет Опять обобрал Вот уж все И уехал Они ему сказали Что они сказали Что дом они бы теперь На священников делать не будут А только на прихожан Они вот собираются Там на пятерых делать Ну кто ходит На всех сделать Понимаете? А знаешь почему? И он уехал Они говорят Оба они такие глупые Дело не в глупости Дело в непослушании Он бы пришел Вот человек Который жизнь прожил У него все разумное По жизни Это по жизни Он бы дал совет Стоит ли связываться С этим попом Который жульничает У него ответ Это ни одного Ненадежка А он монах Его выгнали у нас С монастыря А он к ним Елисей А он опять Они взяли Сейчас опять Ищут не своего Теперь будет свой у них От этого Мне знаешь что Тут не понравилось Будто бы Мне как передали К ним приехал Какой-то иеромонах Вот-вот он и есть И будто бы А он узнал Что книги мои там у них И они собираются Ехать в Барнолу Ко мне заехать И он запретил Запретил? Это я правда говорю? Правильно Я вам говорила Я сказал Если вы меня щураетесь А моим хлебом Все время питаетесь Ну Ну сами рассудите Какое общение Он им сказал Если вы пойдете к нему То я вас причащать не буду Причащие Ну как мы Беспричащие А он сам кому принадлежит? Кому он принадлежит Который причащать не будет? Не патриархия? Нет Патриархия Наш Он патриархийный? Да Так зачем к нему идти Идти в другой храм Храм-то не один А я им это и говорю Зачем вы его берете Нам нужно Полгода раз ходить Причащим играть Он шантажирует Настоящий храм Я тебя врань не пущу Смысл-то вот какой А он там и жил У них же в доме и жил А сейчас уехал Тут уже ничего не скажешь Дом их Они имеют полное право пускать Они живут Ладно У них квартира Они полностью ему отдали Все дом Только сами Ну это их право Они пуская Может быть им нравится бомжевать Да там у них и лучше Интереснее чем здесь Они у меня в лагере жили Ну Николай с Татьяной Ну и все Вот они прошлый год Я скажу с ними Можно иметь дело Можно Но она больная Это правда Развалюха Он может Вполне работать Ну да И не видит И не слышит И давление А вы эти книги Которые стоят Приходилось читать? Читал Конечно Вот для слова Божьего Они вот Это узкая биографичность Такая Я все читал А вот эти вот Один, два, три Вот Которые там Это трехтомник Это посланы в подарок Путину Медведеву Патриарку Кириллу И 125 священников Получили в дар А хоть от одного Что-то было Что вы Получили Ну разное Есть такие Один вышел Вышел Братья и сестры У нас в храме Сегодня как Тепло Тепло Так это мне Игнатий трехтомник Подарил Я сжег его Поэтому так Похваляется Турнины Придет время Будет еще жарше Вот Если мы Вот поехала Тут у нас была сестра Из этого Исканска Я ей дал Вашему епископу Подари Есть которые Благодарят Есть которые Даже письма Написали Ну а другой Он вообще Еще не понимает У нас Есть такой Известный Отец Виктор Теплицкий Он сегодня Крестили Я ему Дала к этому К истинному православию Да Кому это А у нас Сейчас он Протеерей Как помиление Николай Теплицкий Не знаю Он по телевизору А вот она Знает Здесь был Священник Олимпии Анна знает Ну это Ну я его знаю Он в этом В этом Это Это зять Нашего Войтовища Да Да И это Татьяна Его матушка За ним Она Закончила Кажется Педиатрию Педагог Медицинскую Он подхрамывал Он храмал Он храмал Ему сейчас почему-то Нету Он простой Но он никакого Участия у нас Не принимал Потому что Отец там Все командовал Он полный Ну теперь Я его не узнал бы Потом был студент Семинарист Олимпий Здесь Олимпий Нет Его год всего Как в этом храме Нет Храм Архангела Михаила Володя в этом храме Купель Стрелял Делал Устанавливал А ты не встречал О такой Юрий Портовский Фамилия нет Он учился Ему Геннадий Фас Преподавал Он мог быть священником Но посмотрел Как священники Которые Семинаристы Курят Пьют Там Что делают Я сказал Как еще фамилия скажите Портовский Юрий Я фамилии не знаю А Юрий я знаю Он был И он Он ушел Мне передала Анна Ушел к язычникам Ну вот его нету В храме Вот До этого До этого была Такая прелюдия Я сказал Добром это не кончится У него было Я не сказал Я не знал Чем кончится Когда она сообщила Что ушел В язычество Я говорю Результат Естественно Проистекает Из того Что было впереди Крайне обидчивость 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 Человеку Ну отнимает Здравый смысл Ну понятно Обиделся на кого-то Ну и в отместку Ему А я пойду к язычникам Это наша природная Родноверская Русская Так что за тебя Велас Язычники Это баптисты язычники Нет? Да нет Язычники Русищи были До обращения К князю Владимира Перуну поклонялись Ну Дальше бог Там разные Идолом И христианину С высшим образованием Закончил библейские курсы И пойти И баптистом Я понимаю Пошел человек Отверг там разные Иконы Это объяснимо Понятно Но пойти в язычество Ну вот наверное Он даже Он по телевизору выступал И он был И он детей учил В воскресной школе А потом раз И наркоманами занимался И наркоманами Это один из них храм Я его хорошо знаю Это насчет он Он маленько подхрамывает У него что-то Смолен Он работал раньше летчиком Вот У меня прям лицо его И он по телевизору Часа Он знаете Он был при Антоне Который у нас уехал Ну не последние годы А вот тогда Когда я начала Это где-то 95-е годы Он был По И сам по себе Он хороший человек Я хочу добавить Хороший По соглашению С другими Этими Он хороший человек Ну вот Обещалась Довела до того Что он все порубил У меня знакомая одна Ее даже нельзя высказать Какая она хорошая Она берет несколько сирот И полностью одевает Кормит И воспитывает Сирот не дома А там Ну В сиротском доме И вот к ней идет контейнер Она предпринимается Товарами торгует И контейнер обокрали В Барнауле Есть какая-то Да-да Она стариков только Валентина Артеменко Это старик Про стариков говорили Женщина стариков На Алтае На Алтае Берет Очень хорошая Я не знаю А то ли говорим И вот она мне Одна же говорит Ее обокрали Милиции никакого нет Второй раз обокрали Я говорю Чем больше добра делаю А родители были репрессированы Я не буду больше верить в Христа Я мусульманство приму Я все иконы выбросила Я говорю Валя Ты что делаешь Ты в умении Господь испытания показывает Она добрая Ее меценат Столетие назвали Ну добрая Добрая Я даже зашел Что-то мне надо было По лагерю Первый раз она меня видит Она вообще меня не знает Она дошла к сейфу Открыла Три тысячи мне дала И все А потом приезжала Потеряевку Там покупала Что на лагерь Масло Там я сказал Надо 90 килограмм Она тоже его привезла Ну мы каждый день Молимся за нее И вот эта обидчивость Огорчение Сказать Непереносимое Оно кидает На такой борт Кладет корабль Откладывается На себе Надо перевозвозь это Бог это допускает Есть такое выражение У святых Что если Человек делает добро А испытаний никаких нет Бог не принимает Такое добро Оно должно быть С искушением Что-то не так Там не приняли Там выгнали Там покусали А я благодарю Бога Бог смотрит Ты просто по привычке делаешь Или у тебя настойчивое стремление вперед Богу нужны бойцы Ну вот я приехал Барнаула Меня за кого-то приняли За какого-то За Войтовича За кого? За Войтовича Только там магазин У нас рядом зашли Ну Они все Вон последний Который умер Войтович Есть Есть Горбинка Горбинка Нос Такая же у него бородка Очень даже похоже Есть Очень сильной Вот сейчас вы приехали Да Магазин захожу Похоже Он умер Ну Вот он недавно Да Ну уже два года будет Похож Действительно А тот Накая фамилия Нет Кого? Юрий? Портовский? Нет Нет Я имею ввиду Еще-то был Который тоже притеснял вас Нака фамилия Так подожди Костриков Нет Кочетков Да нет У него табличка Даже вот на Пересечении Как трамвая Поворачивает К вокзалу На этом доме Табличка Остановка Капранов 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 Он отсюда Он не преследовал Не преследовал Но Статьи Которые против меня Писали Мне говорили Это он написал Ну вот Я знаю Он открыто не выступал Он из-под тяжка Ну и естественно Я ему той же монетой платил Когда люди спрашивали Как Я говорю Он не знает духовного рождения Я послал к нему людей Я говорю Поговорите Как он к Богу обратился Он лет Наверное 6 или 7 Отбывал за Скворцова Они готовили Свершение власти Учили как На танках Стрелять Уничтожать коммунистов То есть Боевая организация была Но он только Материалы разносил Он и оружие В руки не брал Ну ему накрутили По полной катушке И там он стал задумываться Один студент Что-то там ему сказал То есть Никакого обращения не было Просто спасал себя И он внезапно умер Спасал себя А? Спасал себя Я не могу сказать даже это Он обрел Он знает Он близко знаком был Со Ставием Виктором Писателем А, смотри Он к нему приезжал А тот матершинник был такой Это ужасный просто Я ему, говорит Сделал замечание Еще что я, Виктор Петрович Ну прям В моем доме священника А там же настоящий был писатель Талантливый Без Бога Все твои таланты Они будут вращаться Где-то в другой сфере Совсем Отец Михаил Капранов Когда мы Наши люди Посещали его занятия Ну он своих спрашивает Скажите Ну кто-то скажет Нет Ну а там наши поднимут руку И ответят на вопрос Он О, вот она Игнатьевская школа Видите как отвечают люди А вы не можете То есть он как бы Возвышал Поддерживал Это было И сын у него молодой Димитрий Он перед этим умер Внезапно умер Внезапно Тоже Ему не знаю 38-то было Не было Они меня Как угодно Эти другие Конечно Вот когда он был здесь Бурдин Благощинный-то И Видимо Скачков был А у Бурдина Жена Анна была Анна Николаевна И вот А я уже сижу Там в лагере А они судят Игнатья У него икон нету Там не признают А она матушка была такая Смелая Даже дерзкая И она тогда Я не знаю Епископ был или не был Она там встала И ему говорит Как вам не стыдно Врете вы Человек на каторге Полуживой там Услышаешь Что я где-то в туберкулезном И вы сидите и врете Да ты же у него Проходил переплетное дело У него ни одного места нет Вся стена в иконах А другая кровать И до верха у меня есть И говоришь Икон не было И все замолкли Опустили голову То есть он у меня В дому был этот человек Учился у меня И при всех заявляет Что у меня нет икон Ну допустим даже нет А ты о чем разве Говорит о том Что я враг тебе Или православию Но у меня икон было Допустим 150 Сколько же я должен был иметь Ну дом повыше Все в иконах было И матушка конечно Могла по другому сказать Но она так Прямо их Усекла Молодец И они сразу перестали Свои дети А персиан Священник Я бабушке одной дал пленки Как репрессированные люди Говорят о себе А он забрал эти пленки Послушать И пошел Уполномоченному отдал А тот отдал КГБ А местный Переслал в наше И мне на шею повесили А когда дело это закрывать Я вижу персианов А он химией занимался Персианов еще Он химик Ну он очень знакомый У него лаборатория дома была Он был в Красноярске Я бы с удовольствием И хотел подарить ему книгу У меня запасная есть Как говорится Отомстить ему Враг голоден Накорми его Трехтомник подарил бы Ну вот сюда Ладно Ребята там наверху Пропылесосили Хотят быть А я в машине останусь Там правда Насекомых много Перетерпим Чего много? Команд? Мошкары Мы вчера встали Глаза не сходят Это вы были в тайге А у нас нету У нас еще диван свободный На веранде Нет, ладно Мне это На веранде на окне Я беспокоить буду ночью Вставать И поэтому не хочу просто Ну А там я один Ну мать Приехали-то мы к вам Не зря Повидаться Побеседовать Да конечно Игорь наказывал С батей побеседовать Еще с Михаилом Немножко Я уже маленько Побеседовал Потому что Это может встреча Быть последней Да почти наверняка Вряд ли еще Мы встретимся Мы уезжаем Отсюда уже прямой наводкой Пойдем Заезжать никуда не будем Как бог знает Как будет Ну вы наверное Красноярск не минуете Красноярск вы не минуете Ну через его проезжать будем Нам уже не надо Вы все сделали Тогда вы если будете ехать Вы сейчас можете Тут объездная дорога есть Какая? Николаю надо рассказать Он не знает дороги Да вот надо Вы тут проезжали Это дорога длинная Которая мы едем Она очень длинная Вот прямо Через город вам не ехать Вот объездная дорога И вы прямо прямиком И Объездная дорога На Канск Да Красноярск Объездная дорога И она на Сибирск идет? Нет Туда На Канск А на Канск? Не через город Ааа Ну и назад поедете К Иркутску К Иркутску Да которая А назад-то вы Тазад через нее Я хочу заехать в Плишкино Где я был прорабом С заключенными Ну конечно И на зону Подарить Конечно Конечно Представь это моя юность Оттуда я признан в армию был Да Так вы вообще Пацаном были А? Пацаном были вообще Ну конечно Это 20-й год шел Опыта-то никакого не было Учился в школу Техникум А теперь направили работать Органы МВД Угу И оттуда меня Это вас еще с Барнаула Отправили В Барнауле В строительный техникум В колледж теперь И направили сюда У нас было 3 курса И только 4 прорабы Остальные мастерами Бригадирами Я в том числе В четверку попал Ну а почему направили МВД Отец Инвалид войны Пролетарского происхождения Тогда все это копали 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 Я до того ненавидел Эту власть Вот это Проклятое Что они делали Со страной моей Я это знал Раскулачивали Я думаю Я им отомщу А Господь показал Тебе буду мстить А не ты Если бы Я не встретился с Господом Ну я бы был Где-нибудь среди ваххабитов Или где-то Чтоб только отомстить Коммунистам У меня игры-то настоящей не было Я все время Ружье у меня стрелял Ножи Лазить Прыгать Я тренировался До изнеможения А Господь остановил Как Саула И показал Вот теперь на Тебе Все это будет А я ничего не сделал Я только тренировался Помню в армии Когда первый раз Пошли на стрельбище Ну стреляет-то как они А это же не снайперская винтовка А у меня 99 из 100 Я старый Секция стрельбы Занимался И боксом Техниками Если бы Бог не призвал Я бы давно жизнь закончил Это Это невозможно Шел добровольцем в Алжир воевать Скажи надо Это было мне Охо дурак Сто процентное Они до сих пор воюют Пошел добровольцем воевать в Алжир Фух Ой Игорь Игорь Игорьич Дай Бог вам здоровья всем И братьям всем Мы как с Игорем Игорь только когда Как сказал Едут Я говорю Обязательно пусть заезжают Ты что Как мимо проехать Это даже разговоры не Чтобы заехали Я говорю Ну спать На втором этаже Надеемся Вчера мы еще созвонились Или сегодня даже Все Дали адрес Игорь перезвонил еще раз Благословен Господь Мы как обновили здесь Мы ехали То пропитались Да конечно У кострада На комарах Это мы если завтра Доедем до Абакана Там дальше мы на Милосинск И сразу сюда выходим Ладно Вы когда будете Варнауле Да где-то в июле В июле В июле Мы будем там Приезжаем 7 июля Я там не будет И так наверное Через дня 2 Мы выезжаем Уже до августа В другой конец туда К Свердловску Как Бог благословит Ладно По карте Это мы посмотрели Николай Дорогу-то не знает Объездную Он говорит Я не знаю Вот карта Очень хорошая Сфотографирую ее Посмотри Вот посмотри Вот она идет Сейчас я покажу Так это идет Кемерово Кемерово Вот Дальше идет Вниз Так еще Где тут дорога Подождите Красноярский край А где вы дальше Красноярский Показывали край Оттуда вниз Идет дорога Это Алтайский край Вот 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 значит Как у нас дорога Вот мы сейчас Находимся в Красноярске Вот мы идем Завтра Абакан И рядом Минусинск У этой дороги Возвращаться Говорит Плохая дорога Мы снова Ей возвращаемся И дальше Идем Вот на Иркутск Ну а дальше Тут они Не русские Тут вообще Делать там Ничего И прямо Уходим В Байкал А вот Красноярское Водохранилище Вдоль него Мы будем ехать И кое-где Видеть даже Да Видно его Все время Разговаривали с отцом Тут как Авария Это на станции Была 75 человек Да 75 человек Как вода Могла подняться Я не говорю Не могу понять Они Помещения Рабочие были Выше На много уровня Воды И вода Когда сорвала Все Она вся туда Ударила Кверху И там Все Перекоростило Вынесло А потом Спало Люди Сидели в кабинетах Работали И вдруг Рев Вода Пошла А почему Оборудование Шаталось Несмотрели Наконец Сорвало Все Ну Сорвало Всего Это самое В пределах Нормы В пределах Нормы Да какие В пределах Когда затягивать Надо было Подтягивать Все время Смотреть Ну как Чернобыль В пределах Нормы Уже кипит Уже невозможно Остановить И Орвануло На Европу И тут Так же Как вырвало Все это Там Перекорю Металл Ну был Кто-то Там Спортсмен Кто-то А что он Сделает Он в водовороте Исчез Сразу Ну Там вообще Пихнуть Не успели Конечно И не выпрыгнуть Никуда Никуда Ничего Нет Она все Сметала На своем пути Да Все На своем Ладно Готовьтесь Ребята Я схожу Может с Михаилом